Делаются в центре, и тогда мне это будет гораздо лучше. Там софт или нет? Да, 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 да. Ну так, там есть камера, да. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Спасибо. Тогда мне будет гораздо лучше. Здесь все будет лучше. Нормально? Спасибо. Ну, мы сделаем работу. Ну, что так, гораздо лучше, гораздо на этот, правильно? И удобнее. Правильно? Все. Не слышно? А кто-то слышит? Вот так лучше, да? Здравствуй. Здравствуй. Если кто-то на руку, то я не могу. Так, кто-то хотел записывать. Я хотел. Тогда давайте мне его, но условие, что вы потом присылаете запись. Хорошо. Так, что, что делать? Теперь вы перехваты, я уже включила. Так нет, он же плохо будет записывать. А, ну, хорошо. Я делаю вообще-то так лучше, будет нормально, да? Так, хорошо. Так, ну что, начинаем? Привет. 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 Лучше сюда поближе всем садиться. Потому что, чем ближе вы сидите, тем мне удобнее общаться. Анат, привет. Садись. Я буду задерживать. Итак, да. Итак, наша тема религия в эпоху постмодельнизма. Правильно? Все окринцы есть? Значит, я должен сказать, что вот я сегодня встречался с одним человеком, то есть там на нижней стене чего получать этот чат, я был ей себя заранее. То есть, скажем так, чат пришел на некоторую встречу, и я совсем-совсем немаленьких глядов, и я на нем увидел очень волчи, вот так сказать, вот современную российскую парадигму противостояния. И это сплошная парадигма противостояния религии и науке. То есть, религия – это наши древние духовные ценности, иудаизм даже можно, пожалуйста, но это настоящие его духовные ценности. А наука, она атеистичная, эти ужасные, там, клавирование чуть ли не человека, я, честно говоря, не слышал, что клавирование человека, вот, но эти ужасные КМО, честно, причем ужасные КМО, я не понимаю. Потому что, оказывается, мы едим эти самые ДНК, гены, и можно подумать, что в обычной морковке нет генов. Нет, просто все, что мы едим – это результат генной модификации. Конечно, да, 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 само собой, но это, то есть, это некий безумие, абсолютное безумие, которое ориентируется на столкновение, как бы, вот, древней мудрости и современного, там, похабства, так скажем, да, вот, примерно, в их создании. Непотребство. Непотребство, спасибо. Непотребство. Непотребство. Словоскорное. То есть, современная, вся эта наука, это, конечно, всё, ужас, то есть, так сказать, технику даёт, но с паральной точки зрения, все они ужасны и, в общем, атомные бомбы взрывают. И так далее. В общем, короче, вот эта идея, вот эта вот парадигма на столкновение либеральной научного, скажем так, и традиционного религиозного мышления, И в этой парадигме, как мне кажется, у религии нет никаких шансов уйти. То есть оставим в стороне то, что эта парадигма неправильная. Это один первый вопрос. И оставим в стороне то, что она приведет к тому, что сторонники этой парадигмы санитозны, то есть зрения там будут отбросены вообще от цивилизации. Но в культуре современной парадигма противостояния религии и современности, если такая парадигма, то религия не имеет никаких шансов на выигрыш. То есть современность всегда убьет религию, если религия настроена на сопротивление современности. Надо сказать, что на эту же тему я всегда объясняю про ислам. Почему ислам породил вот такую вот воинствующую форму? Потому что когда ислам соседствует с западной цивилизацией и есть культурное мирное сотрудничество, то ислам, который в большой степени устроен патриархально, скажем так, в этом культурном противостоянии западу не имеет никаких шансов выжить. И поэтому в некоторой части ислама начинает быть настроено воинственно именно в надежде сохранить ислам. Потому что иначе, если мирное сосуществование, то ислам уничтожается. Такой патриархальный. Это ровно то же самое, что Советский Союз не пускал западные фильмы. И западную музыку, и западную культуру. Потому что если Советский Союз впускает в себя западную культуру, то Советский Союз разрушается. И это та же самая причина, по которой местечко патриархальное, разумеется, не могло никак выдержать соревнования с современным миром. И как только стало можно уйти в современный мир, местечко разваливается. То есть всегда то, что тот, кто ориентирован на патриархальность, на сохранение и на противостояние вот этих там, как это сказала, непотребностей, непотребству этого самого современного мира, он заведомо проиграет. Всегда. Поэтому если мы хотим, то есть помимо вопроса о том, что правильно, это отдельный вопрос, что правильно, но если мы хотим даже с числопрогологической точки зрения, чтобы реликие выжило, то установка на конфликт с современностью это самая идиотская установка, которую можно сделать. То есть установка на сохранение никогда не сработает в современном мире. Установка на сохранение может работать только если можно возвести стены и спрятаться в детках. Может быть это будет гетто со стороны. То есть вот кого-то заправили в гетто и не упускают. Может это будет гетто самодеятельное. То есть сами оглядели стенами и никого не упускают. Но поскольку в современном мире построить гетто очень сложно, то в условиях культурного взаимодействия всегда современность притекательна. Всегда все лучшие умы уйдут в современность. И поэтому попытка религии противостоять современность это попытка заранее абсолютно обреченной. Это что касается прагматики. Теперь если... Да, вот поэтому то, что я услышал сегодня вот от одного человека, с которым я общался, сначала от него поразило совершенно то, что он сказал, но потом я как-то понял, что это в общем нечего выражаться. Это распространенный тренд сегодня, я думаю, в современном российском обществе. Тренд на... Ну, я не знаю, в Хаидинном, в израильском ультра-адоксальном мозг, но никак не в израильском элитиозном. Поэтому... Ну, опять-таки, я, конечно, не все знаю, но такое противостояние меня совершенно потрясло. Вот. Ну, опять-таки, я не встречаюсь в своем мире с такими в других местах. То есть... Что? Да, он сказал, что, конечно, западная культура, она, значит, выгодна и удобна, но она совершенно развращающая, и, там, вот, мы должны ориентироваться на древние ценности, и все это было плот против, значит, завершительного влияния современной науки и вообще все это такое. То есть установка у него была на полное противопоставление современности и традиции. и это, мне кажется, абсолютно безнадежно. Но теперь, с точки зрения истины, конечно, если ему сказать, ты знаешь, что это невыгодная позиция, он скажет, что это невыгодная, зато честная, зато правильная. Что? Нет? Да-да-да, духовная. Да-да-да, духовная. Да, да. Это, конечно, тоже полная фигня. Потому что, не то, что так нельзя, то есть вот так нарисовать можно, но совершенно любой человек, изучавший историю религии, прекрасно знает, что религии всегда модифицировались, и всегда развивались, и идея, что религия у нас сегодня такая, потому что она была ровно такая, две тысячи лет назад, и всё по-другому, что такое оно не было, и это никогда не до тысячи лет назад, и все религии развивались. Теперь, но для религиозного человека признать, что религия развивается, это тоже некоторая проблема. И здесь я всегда отсылаю всех классики к Рау Куку, который очень интенсивно ввёл, то есть не то, что это он придумал, это был дрон его, но очень интенсивно ввёл это в религиозный дискусс в Израиле, понятие продолжающегося откровения. Понятие продолжающегося откровения говорит, что вся наша жизнь – это диалог с Богом, в процессе которого продолжается откровения. Теперь, явный такой пример нам продолжающегося откровения даёт более всего Танах. То есть, большинство книг Танах, ну, скажем, пророков, большинство книг пророков – это не пророческие речи, а просто записанная история народа. То есть, в ходе истории появляется божественное откровение. И вот эта вот позиция, что в ходе истории проявляется божественное откровение, это и есть, с моей точки зрения, и есть настоящая правильная религиозная и духовная позиция, из чего следует, что всё развитие своеменности, науки и культуры тоже является божественным откровением. То есть, мы не можем сказать, что своеменность отрицательна, потому что своеменность – это тоже божественное откровение, и в ней есть этот элемент откровения, мы должны его воспринять. Вот. И вот эта вот концепция продолжающегося откровения, она является основой для религиозной модернизации, которая происходит не из желания сделать выгодно, а из желания правильно быть религиозным, соответственно, а выгода здесь тоже прямая, и это тоже нужно понимать. В том смысле, что если оппозиции не религиозной не сделают, то она проиграется. Вот. И эта позиция продолжающегося откровения, она является основой, я уже сказал, для атаксальной модернизации. То есть, всё, что было раньше, ничего не выкидывается, но новое добавляется. Надо сказать, что в Израиле, вы, наверное, знаете, конечно, есть два направления в иудаизме. Как все, конечно, знают, в Израиле нет эйфомистского иудаизма, консервативного иудаизма, есть только атаксальный иудаизм, но в этом атаксальном иудаизме есть два направления. Одно направление называется харидин, а другое называется религиозной сианинской, то есть, скажем, в чёрной шляпе или вязаной хитре. Эти два направления отличаются именно этим. То есть харидин, как бы, настроенный против модернизации, по крайней мере, научной декларации, и, соответственно, всех модернизационных проектов, включая, так, сионизм, технологию, современную культуру и так дальше, а религиозные сионисты настроены на, наоборот, интеграцию современности с классикой. И иногда можно услышать, вот это всё, всё, что я рассказываю, всё предисловие. Может быть, вы всё это и так знаете, может, вы это всё слышали в других моих лекциях, я просто клятник-то повторю, чтобы дальше перейти именно к постмодемизму. так, так вот, харидин очень часто любит говорить, что от религиозных сионистов так много уходит молодёжи, что, там вот, если воспитывать молодёжь в интеграции современности и классики, то слишком много молодёжи уходит в интеграции современности. Теперь, совершенно верно, что, действительно, некоторый процент молодёжи обязательно уходит в интеграции. Только нужно учитывать, что, если не пускать в моделизм, то всё равно некоторый процент молодёжи уходит, причём могут и не меньше. Но что ещё более важно, кроме, как бы, этого текущего процента, важно, что позиция, ориентация на сохранение потерпела уже кардинальную катастрофу в начале XX века. То есть, если в XIX веке, скажем, большинство евреев в России, например, было религиозным, то в начале XX века 90% из них ушло от религий. И такое падение на 90% оно было совершенно катастрофическим. И оно произошло именно потому, что религия не отвечала на запрос современности. И, кстати, ошибочно думают, что это сделала советская власть. И вот это всё спихивают на советскую власть, которая, дескать, лишила евреев, еврейских школ и так далее. Разумеется, так сказать, на судности советской власти тоже, имеется большая вина советской власти. Но ещё до советской власти евреи стали массово уходить от религий. Поэтому советская власть к этому добавила, но никак не было причины. И поэтому, возвращаясь к... После всего этого предисловия... Да, все, конечно, знают... Все, конечно, знают, что это подробно изложено вот в этой толстой книге. И, возвращаясь после этого к современности, я буду рассказывать про постмодернизм. Теперь, рассказываю про постмодернизм. Это вот эта вот книжка. Это третий том серии «Израильное человечество». До этого, как вы знаете, вышел первый и второй том, они там есть. И это третий том, который вышел только что в этом году. И в этом году вышел, ну, в 2015, точнее, так сказать, не в этом, а в прошлом году. И также вышел вот этот восьмой том библейской динамики. Седьмого тома пока ещё не существует. Это будет книга «Левит», книга «Валька». А это восьмой том. Это первая часть книги «Числа», книги «Боминбар». Седьмого не существует. Седьмой пока приобретен, будет в конце написано. А пока я всю книгу «Боминбар» и книгу «Творим», то есть «Числа» и «Вторезакония», а потом вернусь и доделаю книгу «Левит». Поскольку там вопрос очень сложный, жертвоприношение и всего такого, который я положил на самом конце. Итак. Так вот, вернёмся мы к постмодернизму. И я постараюсь сейчас... Да, позиция, что во всём есть божественное откровение, требует вытащить разумное, или, так сказать, позитивное, или божественное ядро из каждого изма и интегрировать его в удаизм. Попробуем это провести с постмодернизмом. Значит, в чём суть постмодернизма? Постмодернизм – вообще довольно широкое слово, которое, с одной стороны, означает определённый, там, скажем, стиль в живописи или вообще в культуре, а с другой стороны некий подход к цивилизации. Значит, мы пользуемся термином «постмодернизм» в самом широком смысле. Не в смысле конкретной литературы постмодернизма или живописи постмодернизма, а в смысле вообще общей культуры постмодернизма. Теперь, значит, культура – это возникла, в которой мы сейчас находимся, её, как бы, так сказать, хотя её на самом деле будет… Ну, вопрос, что её дальше сменит – это отдельный вопрос. Но эта культура, она является кухнодуком кризиса XX века, то есть кризиса мировых войн двухмяных войн XX века. Теперь, до постмодернизма был, понятно, модернизм. Теперь, в чём состоял модернизм? Опять-таки, не в смысле живописи или архитектуры, а модернизм в смысле культурной парадигмы. Модернизм состоял в том, что мы развиваемся, продвигаемся, и человечество становится всё лучше, и новое оно вытесняет старое, и это новое лучше, чем старое, и оно более прогрессивное, и в целом в мире идёт прогресс. И, в общем, вот этот прогресс, он ведёт человечество вперёд. Это общая позиция модернизма. В этот прогресс включается и наука, и культура, атеизм включался в частности, и вообще развитие там цивилизации, развитие этических норм, государственных систем. Теперь, понятно, что, например, скажем, коммунизм является типичным продуктом модернизма модерна. Он говорит, раньше было плохое общество, а теперь мы сделаем хорошее общество. Атеизм являлся интегральной частью модерна. Раньше люди были тёмно и забитые, верили в юлию, а теперь у нас атеизм. И, кроме коммунизма, и вера в науку. Вот наука сейчас развивается, она скоро ответит на все вопросы. Раньше просто люди были глупы, они не знали про науку, поэтому и вики пользовались. А теперь наука пойдёт и всё объяснит. Вот все эти, там, наука верия, атеизм, социализм, коммунизм, все они были продуктом модернистского подхода к культуре. Теперь, модернизм и вера в светлое будущее, она была подорвана в середине 20-го века, первой, а потом второй мировой войной. Да, ещё важнейшей частью модернизма являлась вера в рациональность. То есть человек – это рациональное существо, и, конечно, выберет то, что лучше. А поскольку всем ясно, что лучше, то ясно, что именно этот человек выберет. Это вера, кстати, вот эйфомистский иудаизм – такой же продукт модерна. Очевидно. Теперь, вот этот подход модерна был подорван в 20-м веке войнами, я уже сказал, и, там, всем запустим, у меня там психоанализа. То есть Фрейк показал, что человек – это не рациональное существо. Если человек – это не рациональное существо, то совершенно не очевидно, что он выберет то, что лучше. Поэтому от того, что мы ему предложим, что лучше, совершенно не факт, что он туда пойдёт. Потому что, что такое вообще, что такое рациональность? Точнее, не рациональность, а вера в рациональность. В смысле, политическую, да? Вера в рациональность – это предположение, что всем более-менее нужно одно и то же. Более-менее потребности у всех людей, у всех народов совпадают, кроме отдельных там выродков и ненормальных. А, в общем-то, у всех людей в среднем всё совпадает. Поэтому, если у нас есть в этих понятиях, там, делать что-то с другим как-то договориться, мы должны подумать, что бы нам хотелось в этой ситуации, и это сделать ему, и тогда, конечно, он нас поймёт. То есть вера в рациональность, она, прежде всего, исходит из того, что рациональность для всех одинакова. Что если это что-то явно лучше для меня, то это точно будет лучше для другого. И это, конечно, полностью подорвано всем развитием 20-го века. Мы прекрасно видим, что то, что хорошо для одних, совершенно плохо для других. И, разумеется, это вся ошибка и деколонизации, и израиля там с арабами, что мы думали, что если мы дадим им то, что нужно было бы нам, то они нас будут любить. Оказывается, мы это им даем, а они нас совсем не любят. То есть они в массе других, как цивилизация других. И, конечно, для рационализма это совершенно невыносимо. То есть, с точки зрения рационализма, все, в общем, должно быть одинаково. Мыслить одинаково, не хотеть того же, с этим. Так вот, возвращаясь к 20-му веку, Фрейд подорвал веру в то, что человек – существо рациональное, а нацизм и коммунизм выдавали веру в то, что в массовом обществе народы выбирают рациональный путь. То есть не только индивидуум не является рациональным, как это показал нам Фрейд, но нацизм и коммунизм нам показал, что миллионы людей выбирают совершенно сознательно, никто их не заставляет. Они просто увлекаются, им нравится, и они выбирают совершенно ужасные, совершенно кошмарные концепции, и миллионами за этим идут. То есть поведение целых народов и цивилизаций совершенно не рациональное. Может ли цивилизация или народ совершить самоубийство? Очень даже может. Ну, в смысле, пойти на такое, что идёт после смерти этого народа и цивилизации. Совершенно может. Вовсе нет вот этих вот рациональных мотивов. Теперь, а если рациональное не является таким доминирующим, то модерно терпит выражение. То есть, если человечество отнюдь не выбирает то, что казалось бы лучшее, то это значит, что надежда на то, что это лучшее человек исправит, она совершенно безнадёжна. Теперь это с одной стороны. Значит, и этот подрыв идеалов модерна привёл ко многим вещам, в частности, к постмодерну. Теперь, есть, например, до постмодернизма произошёл переход к инвестиционизму. Что такое переход к инвестиционизму? В чём оно там? Это нам очень такое любимое слово. Все его спрягают, как только могут, склоняют. А что оно, собственно, значит, этот самый инвестиционизм? Значит, то есть, вот слово, например, это инвестиционно, до инвестиционизма живное расстояние. Теперь, что было до инвестиционизма? Опять, с точки зрения общего восприятия культуры. Было представление о том, что есть некоторые объективные истины в окружающем мире. Есть некоторые сущности, которые между собой как-то взаимодействуют. Это может быть подход материалистический, марксовский, у которого эти сущности материальные или общественное устройство. Это может быть подход егерьянский, что это такие духовные слои или идеи, или подход религиозный. Но есть некоторые объективные вещи, объективные сущности в мире, которые действуют. А человек действует в рамках мира, уже наполненного вот этими вот сущностями этой системы, которая уже задана для него, и он дальше с ними как-то взаимодействует. Теперь, инвестиционизм вместо этого как бы осветил, осветил второе слово по-русски, если это непонятно, вознес как-то на первое самое место и абсолютизировал, можно бы так сказать, мое личное переживание. То есть, нет никакого такого объективного хорошо или плохо, нет какого-то объективных этих сущностей. Есть я, есть мое переживание, мое переживание стоит в центре. То есть, мое переживание – это святое, это главное, это то, на что нужно ориентироваться. Не надо ориентироваться на некоторую правильность, нужно ориентироваться на то, на мое переживание. Если это серьезное, сильное переживание, то это исправильность. правильность, а если этого нет переживания, то правильности нет. А постмодализм высмеял вообще всю систему, любую внешнюю систему ценностей, включая абсолютизирование переживаний. То есть и переживания тоже не является, он как бы не сакранизовал всё. Если экзистенциализм сакранизовал, не осветило, сакранизовал переживания, то постмодернизм не сакранизовал все вещи. То есть ничего правильного нет, ничего объективного нет, если считаешь, что это хорошо, это плохо, то это твое личное мнение. И нет ни такого вообще общего хорошо или плохо. И если ты хочешь сказать, то есть как бы можно сказать, что, а что ж тогда остаётся, то есть остается некое переживание, но тоже более-менее высмеянное. Вот, конечно, можно сказать, что, то есть постмодализм декларирует, что нету никакой системы ценностей. Конечно, можно сказать, что подход нет системы ценностей, это есть некая система ценностей. Вот. Но эти логические уверки ничего особо не помогут. Особенно в этом замечательный есть анекдот, конечно, который надо обязательно сказать. Нам на всё наплевать. Прямо на всё наплевать? Да, на всё наплевать. И вот на это наплевать, и на это наплевать. А на деньги? Не, на деньги не наплевать. Ты же сказал, что на всё наплевать, это же противоречие. А нам наплевать? Да, 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 я это и хотел сказать. То есть, конечно, в этой точке зрения есть противоречие. Ну и что здесь противоречие? В конце концов, ни одна система, ни система воживания не тем, что в ней нет противоречия, а в том, что она реально людьми продвигается. То есть, главная идея постмодернизма – это нет никакой объективного подхода, нет никакого модерна, нет того, что это лучше, это хуже. Вот у тебя своя истина, у другого своя истина, не лезь со своей истиной к другому. И некоторые ошибочно называют это словом толерантность. Мне кажется, что толерантность – это совсем не это. Но это как бы отдельный вопрос. Так вот, в такой вот системе подхода, казалось бы, что в ней может быть такого позитивного, что нам поможет в развитии религии. То есть, если мы скажем, например, вот у нас совсем в обществе есть постмодернизм, есть вот такой вот подход, который высмеивает все системы ценностей, и, разумеется, в первую очередь религиозную систему ценностей. Значит, реакция могла быть такая, поэтому нам нужно с ним бороться с этим подходом. Разумеется, бороться с этим подходом абсолютно бессмысленно, потому что, как я уже сказал, если религия встает в позицию бороться с модернистской тенденцией, то религия заведомо вы проиграете. Шансов в ней никаких. Так вот, поэтому нужен подход совершенно другой. Подход нужно, допустим, во всяком концепции есть некое позитивное зерно. Должен сказать, что я лично совсем не из всякой концепции могу позитивное зерно вытащить. То есть, хотя как бы декларирую вслед за рамкуком, что во всякой концепции позитивное зерно есть, тем не менее, если мне скажут, а вот из такой концепции как ты можешь вытащить позитивное зерно? Может быть, и не смогу. Поэтому не то, что я могу вытащить из всего позитивное зерно, а я как бы утверждаю, что они есть, а уже из чего могу вытащить, то и вытаскиваю. Теперь, а поскольку в этой лекции про постмодер, я ориентировался еще раз на эту вещь, то есть на лекции Рава Шерти, на основе которых я делаю, то поскольку Рав Шерти мне рассказал, как он видит божественный искусств постмодернизма, то я вам это, собственно, и пересказал. Итак, самым главным для понимания постмодернизма Рав Шерти считает такую замечательную идею Рабинахмана из Браслова, которую я сейчас расскажу, на основе которого строит понимание постмодернизма. Вообще, Рабинахман, как вы знаете, прекрасно жил в начале 19 века, но при этом у него были чрезвычайно радикальные идеи, которые до нашего времени успешно продолжили в качестве братцевского хасидирова. То есть он оказался очень нетривиальным фигурсом. И опять-таки, если брать целиком его тексты полностью, то не совсем всегда понятна идея, которую я хочу сказать. И, конечно, истолкование Рабинахмана – это огромный вопрос. Поэтому мы толкуем Рабинахмана, так как нам интересно толковать Рабинахмана. А может быть, сторонники братцевского хасидизма скажут, что всё равно истолкование неверное. Поэтому я сейчас расскажу очень интересную концепцию Рабинахмана, на основе которой мы можем построить религиозные отношения к постмодернизмам. Значит, оно строится на Кабале. Вы, конечно, все знаете, что хасидизм – это перемолотая Кабала для широкого пользования, что Кабала в массы – это сказал не Ашлаг и всякие, тем более, его сторонники и последователи или квази-последователи, а это сказал хасидизм, за что подвергся очень осуждению со стороны литваков. Тем не менее, всё, и Херем даже на него наложили, а он тем не менее вложил. И весь хасидизм – это некоторая Кабала для простого человека. Так вот, поэтому я сейчас расскажу концепцию Рабинахмана, как её Кабалистическую концепцию, а потом её применение для постмодернизма. Значит, все вы, конечно, знаете концепцию лурианской Кабалы, которая называется Цинцун. Правда, все это знают. Нет такого, кто не знает понятия Цинцун, Хав, Игуль и всё прочее. А кто не знает, обязательно узнаете. А вы нам не читали. Петербургцев читали, а нам нет. В эвакерах все желающие могут на моём сайте из The Vika Books найти курс «Центральная идея Кабалы». И там всё это объяснено. Я действительно собираюсь в этом делать книжку, только она у меня в плане стоит примерно на седьмом-восьмом месте, а поэтому я его буду делать через несколько лет только. Да. Книга «Центральная идея Кабалы». Но, значит, лурианская, поэтому основные понятия Кабалы, конечно, нужно знать совершенно обязательно, потому что просто иначе невозможно ничего понять в текстах, которые вы читаете. Теперь, то, что Кабала давно стала каким-то таким... Основы Кабалы давно стали неким совершенно всеобщим пульём наш знаменитым. Итак, вот, как вы знаете, первым действием по сотворению мира является действие, называемое Цинцун. Цинцун состоит, или буквально, в самосокращении. Цинцун состоит в том, что бесконечный божественный свет, который был до Цинцун, он самосокращается, освобождая внутри себя пустое пространство. То есть, если до Цинцун имеется всюду только бесконечный божественный свет, и поэтому ничего другого, кроме божественного света, там быть не может, потому что, если бы там что-то было другое, то оно, в некотором смысле, мгновенно бы сгорело в этом бесконечном божественном свете, и превратилось в это. То есть, ничего другого там нет. То есть, других вещей просто быть не может, ничего другого, если есть бесконечный божественный свет. То есть, скажем, в пламени бесконечной температуры ничего другого существовать не может. и чтобы дать место для кого-то другого, то есть, дать место, чтобы были сотворены миры, происходит действие произвольца Цинцун, которое ввел в Кабале Аризаль, то есть из Капрулья, и Цинцун состоит в том, что этот бесконечный божественный свет самосокращается, освобождая в центре самого себя пустое пространство. И в этом пустом пространстве потом создаются миры. То есть, с точки зрения этической, первое действие по сотворению мира – это дать место для другого. Если не даешь места для другого, то ничего и создаться не может. Поэтому первое, что делает бесконечный божественный свет, или Всевышний, или как вы это назовете, он освобождает место для создания миров. И это место, оно называется пустое пространство. Теперь, это пустое пространство, внутри него остается некоторый отблезг бесконечного божественного света, и этот отблезг бесконечного божественного света, который называется воздух, потому что воздух – это и есть то, что мы вроде в нем находимся, его не чувствуем. И он является источником, как бы так сказать, вещей круглых. Круглых – это те, которые не имеют цели, а именно физические законы природы. А в него внедряется луч божественного света, то есть имеющий направленность, то есть цель, который из этого пустого пространства, или точнее воздуха в этом пустом пространстве, создает миры. И дальше создается природ, и из них миры, и более высшие, а потом более низшие, и так до нашего мира, и вот в этой системе мы живем. Это более-менее катина гаурианская кровь. То есть сначала есть цельцу, после которого создается пустое пространство. После этого в это пустое пространство, в котором есть воздух, то есть отблеск этого бесконечного божественного света, внедряется луч. Этот луч формирует сферон, то есть сосуды, и в этом существует наш мир. Это первая, как бы так сказать, каббалистическая концепция. Это первая вещь, которую надо знать, чтобы дальше было обсуждение. Вторая вещь состоит в том, что сосуды, поскольку они ограниченные, а хотели вместить в себя весь божественный свет, они лопнули. Это лопание сосудов, это называется изменение сосудов, в результате которого получаются обломки сосудов, которые падают в неструктурированный воздух, и тогда из него формируется, у каждого этого обломка, который является искоем божественного света, формируется стрелупа. Это всё опять, на одной надежде, а каббалат. Теперь. Так вот, в этой конструкции теперь мы перейдём дальше, к тому, что я хотел сказать о Абинаху. Это было некое предисловие, без которого невозможно. Теперь есть очень важная вещь каббаля, которая состоит в том, что предыдущий этап никуда не уходит. То есть, если было что-то, а ему на место пришло Б, то существует и А, и Д. Всё, что было раньше, никуда не уходит. Оно всё равно есть. А поэтому то, что пришло Б, это значит, что возникло нечто новое, которое Б, а А осталось. Понятно. Теперь. В этом смысле интересно сравнение гегелевской гиалектики и каббалистической гиалектики. С точки зрения гиалектики Гегеля, если есть А, это т.е. тезис, а потом ему приходит не А, то есть антитезис, да, отрицание, а потом приходит синтез, то есть Б, то А больше нету. Нет, ни тезиса, ни антитезиса. Есть только синтез, который становится новым тезисом. Это диалектика Гегеля. Теперь, а в диалектике каббалы так, что если есть А и не А, т.е. тезисы и антитезисы, а потом приходит синтез Б, то есть все три, и А, и не А, и Б. Т.е. синтез не убирает предыдущего, он не убирает предыдущего противоречия, он не убирает предыдущего конфликта, он надстраивается над этим конфликтом. И поэтому, если пришло что-то новое, то все, что было раньше, осталось на месте. Только пришло что-то новое. Понятно. Ньютоновская механика и теория относительная. Ньютоновская механика, как всякая физическая модель, применима в определенной области, с определенной степенью поднешности. Никакой реальностью она не является. Это модель, которая применима для определенных скоростей или чего-либо. Применима они являются истиной. Истина она не является вообще. Просто общей сфере относительности при небольших скоростях может быть с неким допуском упрощена до формы Ньютона. Не более того. Никакой... А попытка... Ньютон шугнул? Да, но Ньютон ушел. Ньютон остался только в смысле более простого способа вычислений. Не более того. Нет, принцип другой. Бесконечность распространения сигнала. А принцип полностью ушел. И никакой бесконечности сигнала в современной физике нет. Нет, я и говорю, а в Ньютонске... Но более того, более того. Ведь до Ньютона был еще кто-то, правда? Конечно. А он сохранился? Да. Кто? Про кого? Наука. Наука. Какая была наука до Ньютона? Разумеется, до Ньютона была наука Аристотеля. Аристотель, греческая. Аристотель, конечно. Сохранилась ли она? Разумеется, сохранилась. Потому что по физике Аристотеля, тело, на которое не действует сила, останавливается. И мы прекрасно знаем по жизни, что именно так всегда и получается. Но нам всем понятно, что так получается только потому, что мы не пришли в Ньютонске. Если бы мы ее написали, то мы бы видели Ньютонскую физику. Поэтому Аристотельский физик, она у нас для быта. Для быта остался Аристотель, для техники остался Ньютон. Но это не значит, что они верны. Это не значит, что над ними что-то надстроилось. Они просто остались в качестве удобных, простых моделей. А что касается продвижения, то здесь совсем не так. Это вы лучше можете сравнить, например, с культурой. Скажем, была там культура определенной эпохи. Потом пришла новая культура. Она как бы совсем другими вещами занимается. Но прежней никуда не делась. Она продолжает быть частью системы. Это будет лучше. Потому что вот в этом смысле, как раз, культура не является моделью. Она является некоторым способом видения мира. И, скажем, гееческая культура никуда не исчезла. Она все равно продолжает быть этим способом видения мира, который является частью нашего видения мира. Но потом пришло много другого. Но в применении Каббалета. Если прежнее никуда не уходит, то в момент, когда освобождается пустое пространство, и бесконечный Божественный Свет становится не везде, то ведь осталось всюду состояние Дон Цинцога. То есть на самом деле Божественный Свет везде. И одновременно с этим существует пустое пространство. Понятно, да? Вопрос. А как же это логически увязывается? Ответ. Двузначная логика здесь неприменима. Что вы вообще думаете, что значит логика применима всюду? Не применима всюду. Каббала считает, что остается прежний уровень, хотя приходит вон. Поэтому само пустое пространство — это понятие противоречиво. Одновременно в нем есть всюду бесконечный Божественный Свет, и одновременно там нет бесконечного Божественного Света. Теперь. Дальше в этом пустом пространстве создаются миры. А пустое пространство оскоряется. То есть есть пустое пространство, и одновременно теперь есть миры в этом пустом пространстве. Но уровень пустого пространства тоже существует. если хотите, можете сказать, что миры существуют внутри, а в оболочке осталось пустое пространство если я такую совсем простую модель после этого сосуды разбились то есть есть и целые сосуды, и разбитые понятно, да? а потом произошел текун, то есть исправление и эти осколки мы склеили снова это не значит, что разбитые сосуды перестали быть разбитые сосуды, все равно а также есть склеенные сосуды то есть одновременно все стадии сохраняются это как код Шлезингера, который жив и мертв одновременно? нет, нет, код Шлезингера, это совсем не так да, теперь понятно, да? это невероятностные события нет, это все существует не с какой-то вероятностью, а с полной реальностью теперь мы полагаем, что существует ну, естественно, естественно это наша модель понимания мира разумеется это не полагаем а Каббала дает такую реабилитацию устройств мира это мы полагаем, что такое неправильно это, то есть Каббала дает такую картину Каббала не полагает, а дает такую картину нельзя сказать, что художник полагает такую картину что художник предлагает нам, а мы такой картину видите правильно? хорошо полагаем, это если мы не создавать мы полагаем, что мы полагаем не, 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 это будет слишком хорошо, теперь, пошли дальше теперь вернемся мы, наконец, к Рябе Нахману из Братслава который ради которого мы все это обсудили а он нам нужен для апостола Дениска Рябе Нахман сказал такую замечательную вещь что бывают а, нет, давайте тогда начнем еще раньше начнем еще раньше есть псалом первый из книги псалмов который говорит блажен человек, который не сидел в собраниях насмешников и не был со злодеями и не был с насмешниками то есть, есть три категории которые противостоят человеку злодеи, грешники и насмешники чем они отличаются? эти три категории значит, злодеи это те, кто имеет другую систему ценностей, чем нашу мы полагаем что убивать воевать нехорошо а злодеи полагают что убивать воевать хорошо теперь то есть, он отрицает нашу систему и предлагает свою систему ценности теперь Грешник — это тот, кто согласен с нами, что врывать-вбивать нехорошо, но поскольку человек слабый, то он иногда это делает. То есть грешник имеет ту же систему ценностей, но сам ее не может чувствовать. А что говорит насмешник? Он говорит, да нет никакой системы ценностей. И такой нет, и противоположный нет. Вообще это все глупость. Все глупость иметь систему ценностей. То есть злодей имеет другую, грешник имеет ту же, но не соблюдает ее, а насмешник высмеивает само понятие системы ценностей. То есть насмешник выступает против религиозной системы ценностей, и объявляя, что это глупость абсолютная, считая, что какая-то система ценностей может быть правильная. Теперь. Так вот, и Абинахан говорит, что вопросы против религии бывают двух типов. Одни вопросы коренятся в разбитых сосудах, а другие коренятся в пустом пространстве. Разбитые сосуды — это такая область мироздания, где были сосуды, то есть некие системы восприятия божественного света, которые называются сферон, а потом они раскололились. И остались у нас куски, разбитые куски вот этих вот сосудов. Сосуды зачем нужны, чтобы воспринимать божественное свето? То есть нам зачем нужны сосуды? Это и есть некая наша система ценностей, которую мы хотим построить, которая должна, по нашим понятиям, религиозно реализовываться в мире. Это система ценностей, и она называется сосудой, то есть сферон. Дальше есть разбитые сосуды. Откуда возникают разбитые сосуды? Что отдельные сосуды пытаются вместить в себя больше, чем они могут вместить в себя. Например, там, скажем, любовь или справедливость. Если сказать, любовь — это самое главное, все в мире, любовь и только любовь, и больше ничего, то никакой любви не будет, естественно. И сказать, что надо все полная справедливость, ничего больше, чем справедливость, и полная, значит, только тотальная справедливость, то никакой справедливость. И так далее. Да, и сначала с ним сильно бороться за мир, будет прием к войне. Ну, это... То есть любая... Камни на камне нет. Да-да-да, это совершенно верно. Будет какая войба за мир, что камни на камне не останутся. Вот, то есть любое абсолютизирование, любой правильной позиции приводит к разлому этой позиции. Это и есть гео ломки сосудов. Теперь, и поскольку сосуды разломаны, то есть кусти, как бы, целостной картины, но кусти нецелостные, которые не могут вмещать божественный свет, а то кусти его искренне отмещают. Так вот, бывают такие возражения против религии, которые коренятся в разбитых сосудах. А бывают другие возражения, которые коренятся в пустом пространстве. Теперь, кусти разбитых сосудов. Это возражение, когда человек в целом понимает, что есть сосуды, только чего-то не склеится, не согласуется. И он вполне серьезно задает вопрос по отношению к религии, критикуя ее вполне разумно за то, что кажется ему неправильным. Ну, например, простейший пример. Скажем, в Таре описано, что нужно было изгнать все хананские народы, когда евреи были в Ханан, и всех их уничтожить. Ну, где же здесь справедливость и милосердие? Как же Бог мог такое вообще повелить? Или, например, в Таре описано рабство. Это получается, что Тара легитимизирует рабство. Ну, как же может быть, чтобы абстракт такая плохая штука, как же Тара может ее легитимизировать? И так далее. То есть, до каких-то уже вопрос... То есть, это человек, который задает вопрос, потому что что-то не сходится из-за того, что сосуды разбиты, и он возражает, говорит, нельзя там в Таре следовать, потому что есть у вас явно совершенно без согласования между А и Ру. Теперь, это вопрос разумный. Его можно обсудить, можно привести какие-то логические доводы, потому что если сосуды разбиты, то их можно следить. И поэтому процесс склейки сосудов помогает против... Не против, а помогает дать ответ на те вопросы, которые исходят из разбитых сосудов. А есть вопросы совершенно другие. Они исходят из пустого пространства. И это говорит... Ну, там, не Абина Худжин говорит, а Абина Худжин говорит... И это и есть вопрос типа постмодернизма, который не пытается склеить сосуды, который занимается высмеиванием любой системы ценностей. Теперь, почему они исходят из пустого пространства? Ах, я уже сказал, пустое пространство, оно само противоречиво. Вроде бы в нем и есть бесконечный божественный свет, и вроде в нем нет бесконечного божественного света, как это и Абина Худжин. И поэтому там логика не работает. И поэтому, когда вопросы приходят из пустого пространства, они заветно такие, на которые никакой логический ответ быть не может. Теперь, и что же в этом важного, что оно исходит из пустого пространства? Важным является то, что пустое пространство – это действительно настоящая реальность. То есть оно имеет место быть, и оно обязано быть частью нашего мира. Потому что это не просто, что он придумал вопрос такой заковыристый и издевается, значит, под элитей. А есть некая реальность мировая, которая продуцирует эти вопросы, то есть из которой они вытекают. И поэтому человек, у которого корни его души в каком-то аспекте происходят из этого пустого пространства, он, вот эти корни его души, они его сдвигают в сторону того, что всякая система, она неправильна. Потому что пустое пространство существует до сосудов. В нем нет разбитых сосудов. В нем нет вообще сосудов, потому что оно до того, что сосуды есть. То есть некая есть первичная реальность, которая до любых систем построения, логичных систем построения ценностной картины. Теперь. Зачем же нужна эта реальность? Чем она нам помогает? Она помогает нам тем, чтобы мы понимали, что всякая наша система, она на самом деле вторична. Она никогда не может быть правильной. Она никогда не может быть, вроде бы, бесконечным божественным светом. Любая система, возникшая в пустом пространстве, она уже заведомо ограничена. И поэтому к ней нужно относиться с определенным стептицизмом. То есть, иными словами, высмеивание религиозной точки зрения является абсолютно необходимой частью настоящей религиозности. Понятно, да? Понятно, да? Понятно это, да? Это, мне кажется, совершенно понятно. То есть, как только человек уверен, что его религиозная картина правильно, это уже смешно. Абсолютно, да, абсолютно правильно. Да-да-да, абсолютно правильно. То есть, как только человек считает, что то, что его религиозная картина, это и есть божественное слово, это и есть то, что Бог-то велел, то это сразу смешно. И вот это у нас учит космоградизм. То есть, иными словами, если ты не смеешься над своей религиозной картиной, то Бог смеется. Это такая фигуревка. Потому что, как бы мы не пытались в рамках сосудов сделать правильную, максимально правильную картину, и даже не в рамках разбитых сосудов, в рамках целых сосудов, которые еще до разбития, и которые мы, как бы, должны стремиться их склеить, как бы мы это ни пытались сделать, сосуды уже вторичные. Есть некая базовая вещь, в которой сосудов нет. Они приходят позже. И поэтому они никогда не могут быть аутентичны, как бы исходной бесконечной божественности. Поэтому любая религиозная концепция должна обязательно содержать самоиронию в качестве части религиозной концепции. Поэтому самое ужасное, это когда религиозные люди лишены чувства юмора. Вообще ужасно. Когда религиозные, то это совсем ужасно. То есть религия, которая уверена, что она правильная, и что она точно знает, как надо, она смешна. Уже в тот момент, когда она так считает. И это и есть важнейший позитив постмодернизма. То есть постмодернизм говорит все ваши концепции относительны. И действительно, в некоторой степени, это нужно обязательно иметь частью своего религиозного дискуссия. Это не значит, что нужно переходить на эту позицию. Потому что постмодернизм говорит, что никаких систем нету. И они все, потому что они все смешные. И это неправильно, потому что это абсолидизирование того, что никакая система ценностей не может быть абсолютной. Поэтому постмодернизм, по сути дела, говорит, никакая ваша система не абсолютная, поэтому их вообще нет. и поэтому смешно ее придерживаться. А нужно одновременно придерживаться и того, что система есть, и одновременно понимать ее неабсолютность. Сомневаться? Не сомневаться. Здесь дело не в сомнении даже. А именно... Сомнение — это отдельная вещь. Это тоже очень важно и позитивно. Здесь дело не о сомнении, а о неком чувстве юмора по отношению ко всем своим высказываниям относительно Бога. То есть все, что мы говорим про Бога, все должно сопровождаться смайликом. Понимаете, да? Любое высказывание, не сопровождаемое смайликом, является абсолютно, так сказать, религиозно неправильным местом. Говори что-нибудь про Бога, ставь смайлик в конце. Какой смайлик. Что-что? Какой смайлик? А, это у нас свободный выбор смайликов. Вера — окей. Вера — это придерживаться некоторой концепции и говорить. Я этого придерживаюсь, потому что это лучшее, что я смог понять. Это лучшее, чего я мог достичь. Но, конечно, и это не абсолютно. То есть частью веры является, даже не сомнение, но сомнение — это отдельный вопрос. А частью веры является самоирония над самой верой. И вот это, мне кажется, здесь важно. Сомнение — это второй вопрос. Это тоже очень важно, но это следующий вопрос. А вот к самоиронии — это не важно. Потому что, когда самое ужасное, что убивает веру, это ее убивает уверенность религиозных людей в том, что они знают все как правильно. «Долгого». Ну, даже не «долгого», да, а вот такой вот, я бы сказал, фанатичную уверенность, что они знают правильно, что они и есть то, что нужно. Да, вот это отсутствие смайлика. Теперь. И это и есть то, чего должен нас научить гостмодернизм. Он должен нас научить тому, что такой подход, который все высмеивает, он тоже имеет место быть. Он не должен быть абсолютизирован. Нельзя, чтобы он убрал, так сказать, чтобы смех убрал позитив. Но некоторая доля смеха над собой совершенно необходима. Он как соль в пище, минимум. Ну, это не соль в пище. Нет, 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 это не соль. Минимум перед ним просто на абсолютно начинали. Я вам сейчас анекдот расскажу один. Замечательный, который я недавно слышал. Так, значит, понятно, да? На этой точке. Так вот, в этом смысле вот это вот, есть такой замечательный анекдот, я вам скажу немножко про анекдот. Чем отличается еврейский анекдот от антисемитского анекдота? Отличие очень простое. Еврейский анекдот рассказывают евреи, а антисемитский анекдот рассказывают антисемиты. То есть, абсолютно тот же анекдот, абсолютно тот же текст. Может быть, еврейский анекдот, если его рассказывают евреи, или, может быть, антисемитский анекдот, если его рассказывают антисемитов. спрашивается, какая разница? Ответ такой, что любой смех, и любой анекдот, и любой юмор, или сарказм, или все, что угодно, находится в некотором контексте. То есть, любое высказывание, оно находится в контексте. И нельзя вырвать высказывание из контекста. Потому что высказывание имеет разный смысл в разном контексте. Теперь, когда евреи рассказывают анекдот про евреев, то есть общий контекст. Общий контекст говорит, еврейство – это хорошо, еврейство – это позитивно, вот мы сами такие. При этом, то, что мы рассказываем про себя анекдоты, это мы сами над собой, иронизируем. И это добавляет нам некой правильной иронии, чтобы мы не думали про себя слишком. Теперь, антисемитский анекдот, который, то есть я тоже керосный анекдот, он был в цах антисемита, он имеет в целом другой контекст, он имеет контекст отрицания. Поэтому в рамках этого отрицания вся эта, как бы, критическая занят анекдота, он, соответственно, не имеет того позитивного контекста, который он имеет в рамках этого страха евреев, и поэтому он является отрицательным. Понятно, да? Разница. Вот. В этом плане я вам хочу рассказать один анекдот. Совершенно замечательный. Но сказать, что этот анекдот является просто вот… Я присутствовал, когда он был рассказан, и это просто, конечно, высший привокат, совершенно высший. Я бы такого никогда не добрался. Теперь, он был рассказан на такой, можно сказать, не самой веселой церемонии, которая поминовение несколько лет прошло со смятии некоторой женщины, нашей знакомой, нашего более-менее возраста, которая там умерла отряда несколько лет назад, и собрались друзья, значит, на некоторых поминках, где не смеются, и там вот после кладбища приезжают там домой, и есть, значит, вот ее муж, ну, все там вдовец, соответственно, есть ее мать при этом. Они все в хороших отношениях, все, значит, семья вспоминают, собираются, ее вспоминают, и некого человека, нашего знакомого, просили произнести о ней речь. И он в качестве этой речи рассказал анекдот. Анекдот такой. Понимаете, так перспектива понятна. Анекдот был такой, что некий хасид приходит к своему рэбе, а это значит, и говорит, у нас, у меня оделась дочка, и в нашем хасидизме есть такая традиция называть девочку или мальчика по тому имени, которое встречается в недельном разделе. А этот недельный раздел, который межпотельный, то это, кстати, было, в нем нет ни одного женского имени. В чем не делать? Он ему говорит, как нет ни одного женского имени? Там есть имя Махшифа, то есть колдунья. Знаешь, так там колдунья не оставляешь, чтобы их колдунья это женское имя. Вот и возьми себе. Да как это нет? Он ему говорит, рэбе, как же можно? Ведь теща еще жива? Как среагировали-то люди? Все абсолютно замечательно. И колдунья, ведьма. Тут ведьма, да, пожалуйста. Ну хорошо, ведьма, это кровать, ведьма будет более правильно. именно видна. Да. То есть, все это делали прекрасно. Это он рассказал, значит, это самое, напоминал, то есть, анекдоты. Вот. Хотя, потому что, конечно, сверхклассный, да? Сначала вы смеетесь над одним, а потом оказывается, что смеяться даже совсем над другим. Вот. Это я продумал, что в такой компании, которая прекрасно знала и, значит, эту умейшую женщину, и, потому что ее мать была прямо здесь находилась, и как бы по нее это было рассказано. И все было прекрасно, потому что все понимали, что в контексте всего этого представления, всего этого пространства, это все очень правильно и хорошо. И назвать эту женщину ведьмой было правильно, ничего там нет плохого. Это было нормальное, правильно, так сказать, знато уважение к ней, что она была правильной и замечательной ведьмой. В то время как со стороны без этого контекста это было бы ужасно-кошмаром. про кого-то никто-то рассказывает на его моментах. Это я к тому, что всякая вещь, она существует в контексте. И если контекст в целом позитивный, то определенная доля иронии и критики абсолютно необходима. Она позволяет нам не засахариться в нашем позитивном контексте. А если этот контекст позитивный отсутствует, то негатив соответственно будет доминировать. Теперь, в этом же смысле в постмодернизме, в котором отсутствует позитивный подход к религии, доминирование постмодернизма становится излучительным. А в самой религии некоторая добавка смеха над собой, наоборот, будет совершенно необходимой и правильной. то есть общее заключительное слово. Вот эта феврюлевка, мне кажется, очень нравится, что если вы не смеетесь над своими религиозными представлениями, то Бог смеется над вами. Это, мне кажется, очень важной вещью, которую нам всем надо помнить, и это и есть религия в эпоху постмодерна, о которой я и собирался пройти свою лекцию. Так, на этом ее основная часть завершена. Теперь презентация новых книжек. Как я уже сказал, вышла вот эта новая книжка, 8-й том мебрейской динамики. Там здесь все тома, 7-го тома нет, он будет посвящен книге левит, которую я вложил, а на конец я буду о 8-й том посвящен первой части книги чисел, книги бометбар. Сейчас как раз я завершаю работу на 9-м том, то есть на 2-й части книги бометбар, книги чисел, которая выйдет к следующему лету. Это соответственно комментарии на книгу чисел, а дальше будет книгу второзакония, и потом зачастей книги и эта штука является новым комментарием к Таре, которого раньше не было. Он написан на основе идеи рамоку, и на основе заботы рамоку, и это действительно совершенно новый подход, который дает другой взгляд на Тару. Теперь цель этого комментария состоит в том, чтобы дать прочтение Тары близкое для современного человека. Теперь, на сегодня таких комментариев нет. На сегодня есть комментарии, которые дают ничего не знающему человеку некое представление о тексте, которое он читает. Это пожалуйста. Такие комментарии есть. То есть человек ничего не знает, ему объясняются совершенно элементарные вещи. Но ничего глубокого и серьезного из этих комментариев извлечь нельзя. А серьезные и глубокие классические комментарии даже в переводе на русский или английский совершенно сами учеркнут современного недоступного. Они ему недоступны не потому, что они слишком сложны, а потому, что та проблематика, которая в них обсуждается, является чуждой для сознания современного человека. То есть проблема не в сложности текста и не в сложности терминологии, а в неадекватности проблематики. Можно перевести не только рашлайонский язык, но и ромбана, и любые другие классические комментарии. Но их читать будет неинтересно. Потому, что они обсуждают не то, что важно человеку, который сегодня хочет сделать дару или Библию реальной частью своего пространства. И поэтому цель комментария в том, чтобы дать то, что интересно современному человеку. Вот сегодня как раз была еще у меня одна встреча, где мы обсуждали переиздание этих книг в России. И с одной стороны можно не знать прям как есть. Ну там может по-другому оформить, объединить в час первые четыре тома, которые после книги Бытие, они в ближайшее время должны выйти в одном томе большом книга Бытия, потом книга Исход и все пять томов. Но возник вопрос, что может быть для читателя российского, которому в принципе это вообще-то библейские темы интересны. Это изложение, которое я делаю слишком сложное. Потому что в конце концов я видел перед собой читателем евреев, более-менее имеющих израильскую перспективу и при этом иусскоязычных, которым это интересно. Теперь очень конечно такие люди в России и всюду дедушкоязычное пространство тоже есть. И в России и Америке и всюду которые могут читать по-русски. Но может быть нужно сделать переизложение вообще всего с выкидыванием некоторых вещей или более простым изложением для того, чтобы это могло в упрощенной некоторой версии быть более начальным уровнем. Для тех, кто меньше знает. Не потому что он хуже соображает, то, что он меньше знает. Вот если кто-то захочет такой проект осуществить, то есть переизложить текст для более читателя, меньше знающего и для более аудитории аудитории, которая все же будет давать нечто важное снижать глубокое но не так сложно, если кто-то вдруг такая идея есть так сделать, то я буду рад с ним скооперироваться, чтобы он такую вещь попробовал написать. Если вдруг кто-то такой есть. Значит, это про книгу библейская динамская. Может быть это не нужно. Не знаю, а может нужно. Для этого нужно прочесть глазами человека со стороны. Я не могу прочесть глазами человека со стороны. Я не могу сделать такую адаптацию, потому что я могу просто с моих мне видеться. А человек который со стороны, который не знает многого, он может как раз таки переизложить в более виде простом. Может это будет нужно. Если кто-то вдруг какая идея возникнет после прочтения книги, то я буду очень рад это с ним обсудить. Более сложным не нужно, потому что более сложным просто идти дальше. Задача должна переложить в более простой язык для человека менее русского читателя. Для русского читателя еврейского взгляда на то. Например. Например. Ну что? И что такого? Для меня ничего. Все нормально. Да. теперь это первое. Теперь вторая книжа, которую я сегодня показывал, это Израиль человечества. Здесь я должен еще один анекдот рассказать. Только уже настоящий. Сегодня мне присылают такой вопрос. Скажите, это вы там вообще выступаете или не вы? Я открываю YouTube и там кусочек из моей лекции опять несколько вырваны из контекста по поводу христианства и ислама. я может быть сегодня очень старая лекция, лет 10 назад. нет. Но я там что? Нет, сильно больше. Вот. Да, сильно больше. Явно до ИГИЛа. Да, не в этом дело. фамилиовка, я бы считал слишком жесткой, пожалуй, и что нужно все это изложить несколько мягче. Но кусочек несколько жесткой фамилиовки был выбран сопровождающий всяким видеорядом, что вот сейчас евреи собираются захватить все и вообще семейный сионистский задовор рулит. Вот. Так вот я хочу сказать, что семейный сионистский задовор действительно рулит. Я уже рассказывал всегда, что когда мне говорят, скажите, пожалуйста, существуют невсемирные вести задовор. Я всегда говорю так, конечно, существует, он называется христианство. Ну, что? Нет? Улегченный вид. Не, не, это дальше, вот дальше уже возможность более сложный, дальше вопрос более тонких вещей, но я хочу только сказать, что я, конечно, не думаю, что на самом деле христианство и ислам не должны исчезать, то есть целью иудаизма не является исчезновение христианства и ислама, целью иудаизма является переформатирование всего комплекса взаимоотношений иудаизма, христианства и ислама. И в этом плане иудаизм должен и переформатироваться сам, и предлагать новый подход ко всему окружающему миру, и предлагать переформатирование всей системы иудаизма, христианства и ислама. И это, конечно, очень большая задача и работа, но определенный вклад в это является оформление иудаизма, есть такое оформление, а модернизация иудаизма как универсальной системы человечества. То есть подход, при котором мы предлагаем некоторую новую платформу, которая с одной стороны иудаизм, а с другой стороны универсальна. То есть подходим не только тем, кто является ивлеем и подходит всем. И еще раз, это не значит, что христианство и ислам исчезают, и значит, и они тоже переформатируются и тогда как бы восстанавливается эта связь между иудаизмом, христианством и исламом. Это непростая штука, конечно, но определенный вклад в эту вещь является вот этой серией книг израильного человечества, целью которой является создание следующего этапа модернизированного иудаизма. То есть у меня еще время не нисколько, пять минут. Итак, значит, я начал с того, что у нас в Израиле существует два вида андоксального иудаизма. Одни это хавидин, у которых установка против модернизации в глобальном плане, а белгет это религиозный сионист, у которых установка за модернизацию. В глобальном плане, опять-таки. но подход, который в этой книге проведен, он следующий, что религиозный сионизм в том виде, в котором мы его знаем, это только первая ступенька модернизации. А теперь нужно провести следующий этап модернизации в иудаизме на основе религиозного сионизма, который будет настолько же радикальным, как сам религиозный сионизм по отношению к религиозному иудаизму. То есть, не то, что вот мы, они не сделали модернизацию, а мы сделали модернизацию. Другой подход. Одна часть не сделала модернизацию, ну опять-таки на уровне философии. В практике, разумеется, все пользуются компьютерами, но на уровне философии они модернизацию не сделали. Другая часть сделала модернизацию, а предложение такое, считать это всю модернизацию, которая произошла в виде религиозного сионизма только первым этапом модернизации, и запустить следующий этап модернизации? А рапкурус запланировал? А? Конечно, конечно, я рапкурус запланировал. Теперь. Следующий этап модернизации... Главное, что его отличает, в чем сущность этого этапа модернизации? В чем состоял первый этап? Первый этап состоял в том, что религиозные представления были интегрированы с представлениями национального государства. То есть, что такое религиозный сионизм? Были сионисты, которые хотели строить национальное государство, были религиозные, которые не очень-то жаждались строить национальное государство, считая, что это вытесняет Тару, и что это против Тары, и что это отодвинет Тару в сторону, а пришли религиозные сионисты и сказали, что никакой проблемы нет, никакого противоречия нет, Мы прекрасно интегрируем все ценности национального государства, как, например, развитие поселенческого движения, обработка земли, армия, защита государства и развитие экономики. И это мы все интегрируем прекрасно с религиозными представлениями, ничего из этих религиозных представлений от этого не уменьшается, не теряется, а все прекрасно интегрируется. Это и было религиозным псионизмом до настоящего времени. Теперь, второй этап говорит, это хорошо, что мы интегрировали все с национальными ценностями, а теперь давайте все это интегрировать с универсальными ценностями. Что такое универсальные ценности? Это те ценности, которые не входят в приостанство национального государства. Это, например, скажем, там, наука, искусство, демократия, права человека, там, феминизм и много-многое другое, чем мы относим к ценностям и универсальными. Давайте эти ценности не просто использовать, а их правильно интегрировать с религией. То есть, понимать, где этим ценностям место в религии. Почему эти ценности являются ценностями религиозными, а не просто заодно? То есть, с национальными ценностями эта интеграция была проведена. Религиозный сионизм говорит, что там заселение страны Израиля является не просто важной пиартической вещью, а это религиозная заповедь. Там защита страны является не просто прагматической ценностью, а религиозная заповедь. На развитии там государства является не просто прагматической ценностью, даже там кто-то управлял, а религиозной заповедь. И поэтому религиозный сионизм активен во всем этом участке. А вот кроме людей ценностей универсальной, например, наука, искусство, и прочие вещи, не только, да они вообще не поймают, как их интегрировать, но даже, знаете, кому понятно, мало кто говорит, что это религиозная ценность. Потому что, чтобы сказать, что это религиозная ценность, нужно это как-то обосновать и найти и понять. Если, например, про науку это еще более-менее сделано, то, например, про искусство это совсем не сделано. Например, является ли искусство само по себе, не искусство в смысле украшения религии, а искусство само по себе религиозной ценностью? Вопрос совершенно нетривиальный, абсолютно нетривиальный. Вы мотаете головой в смысле того, что он не тривиальный, в смысле того, что нет, что не является. Вот, например, человек считает, что искусство само по себе не является религиозной ценностью. Теперь, почему вы так можете считать? Потому что никто в вашем окружении не настаивает на том, что искусство это религиозная ценность, это не обоснованно. Вообще, если мы зададим вопрос, что такое религия, то многие люди ошибочно полагают, что содержанием религии являются священные тексты. Что, разумеется, совершенно не так. Потому что содержанием религии являются не священные тексты, а способ их интерпретации и способ их актуализации. Если вы из этих священных текстов актуализируете одни вещи, то получится одна форма религии. Если вы оставите те же самые священные тексты, но будете актуализировать другие стихи, другие тексты, другие отрывки из этих священных текстов, получится абсолютно совершенно другая система из текстов. Поэтому религия – это не набор священных текстов, а способ актуализации этих священных текстов. Поэтому реальные религии являются не то, что написано в Танасе или в Талмуге, а то, что высказывают раввины, скажем, интеграл высказываний раввинов за 10 лет – это и есть реальные удовольствия. Понятно, да, такой подход? Поэтому модернизация и вообще трансформация религии происходит прежде всего через переактуализацию тех же самых текстов. То есть тексты остались те же самые, но из них стали цитироваться другие стихи, и она по-другому стала выглядеть. В качестве самого простейшего примера, в качестве самого простейшего примера, например, все евреи, которые, так сказать, хоть какое-то имеют значение знание об аугаизме, все знают фразу на Севанишма – сделаем и услышим. Что надо делать, а потом поймешь. Потому что, не потому что эта фраза написана в Таре, а потому что ее 20 тысяч раз повторили, что она написана в Таре. В том, что в Таре написана еще и прямо противоположная фраза. В Таре написана в другом месте. Это в нити «Исход» написано «сделаем и услышим», а в нити «Творим» в Трезаконе написано «шаману в Азину». То есть противоположный порядок. Мы поймем и сделаем. Из чего можно сделать абсолютно противоположную концепцию? Только в этой фразе не слышали не то, что нет в Таре, а потому что она не появляется 20 тысяч раз во всех кругах. Понятно. Поэтому, если вы один стих актуализируете, то есть одну стиху. А другой стих – из той же самой книги. То, что написано первому в священном тексте, нельзя вырубить даже топором. Но можно актуализировать или не актуализировать ту или другую вещь. Понятно. Так вот, в этом же смысле искусство не потому оно не является религиозной ценностью, потому что так не написано в книжках, а потому что никто так не говорит. В то время как тривиальная совершенно схема тривиальная может нам объяснить религиозную ценность искусства. Именно искусство самого по себе, независимо от того, что оно производит. Это же другой вопрос. Потому что это не является религиозной заповедью, это является религиозной ценностью. Это очень просто. Я вам это продемонстрирую просто для примера. Вы, конечно, знаете, что есть такой принцип имитатио дыни, то есть уподобление Богу. Что вся религиозная система, вся религиозная ценность постоит на принципе имитатио дыни. Поскольку человек создан по образу и подобию Бога, то чем больше мы становимся подобны Богу, тем больше мы реализуем полноту человека. Это понятно, это тривиально, это всем очевидно и все-таки повторяется. Теперь, какое у нас есть описание Бога в Таре? Первое самое описание Бога в Таре, это то, что Всевышний сотворил небо и землю. То есть, создать что-то, чего принципиально не было до этого, это и является первым божественным действием. Поэтому, когда человек создает что-то, чего принципиально не было до этого, то он становится этим подобным Богу и, соответственно, к Богу приближается. И этим он реализует свою полноту, своего бытия человеком. Вот вам тривиальная схема, которая ставит искусство чуть ли не на центральное место во подавлении Бога. Схема абсолютно элементарная, абсолютно тривиальная. Только вы это не слышали много раз отовсюду. Но все вообще ударение искусства, то есть когда-то искусство считало, что оно изображает окружающий мир. В фразе «Я вижу мир» ударение было на слово «мир». Потом в фразе «Я вижу мир» ударение стало на слово «вижу». Когда там импрессионизм, он изображал не так, какой мир, а как я его вижу. А потом ударение стало на слово «я». И поэтому целью является и выражение окружающего мира, и не выражение того, каким я вижу окружающий мир, а выражение самого себя. И тем самым целью вообще искусства. Искусство – это и есть акцентирование ценности того, что я могу создать нечто принципиально новое. Ценится именно то, что есть творческое начало, то есть создание чего-то принципиально нового. Что такое творчество? Это значит, что у меня есть внутри некий образ, и я его делаю объектом. То есть я делаю так, что этот образ не только у меня теперь есть, но и другие, глядя на этот объект, могут нечто воспринять от меня. Что просто элементарно прочитывается из первой фразы книги «Бытия». То есть вот вам простейшая схема, по которой любое искусство, абсолютно само по себе, сам творчественный акт искусства, уже является элементом приближения человека к Богу, и поэтому является религиозной ценностью. Может быть, это неправильное действие, может, оно приводит к плохому. Вот такой вопрос. Потому что идеалы могут и должны друг другу противоречить, друг друга останавливать в нечто смысле. Но искусство как религиозный идеал – это и реально делается. И если это, поскольку это нигде не повторяется, то люди не чувствуют, что искусство является религиозной ценностью. Поэтому те, кто склонны чувствовать ценность искусства, те отходят от религии. В результате мы имеем то, что большое число людей, из которых искусство важно, они отрицательно относятся к религии, поскольку им представляется, что религия не поддерживает ценность искусства. Если религия будет поддерживать ценность искусства, то, соответственно, подход будет совершенно иной. И у самой религии, и у людей искусства. Вот вам пример, что такое модернизация в направлении универсальных ценностей. Так вот, провести такую модернизацию по всему фронту универсальных ценностей – это и есть следующий этап. Модернизация иудаизма, который уже после религиозного сионизма делает универсальный религиозный сионизм, что является важным шагом в пути к становлению иудаизма в универсальной религии человечества. Для этого я боюсь версию закончить. Спасибо. 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 Спасибо.